Загородные пляжи Стамбула делятся на пляжи Черного моря. Килиас, Шиле, Ава, Рива. Сегодня видео посвятим разбору пляжам деревни Килиас, ближайшему пригороду к Стамбулу, куда дорога займет максимум один час. Ты на канале Turkey Space. Меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали! Килиас. Это рыбацкая деревня, расположенная в 40 километрах от европейской части Стамбула на берегу Черного моря, чуть западнее, где в море попадает Босфор. Дорога в деревне ведет через Белградский лес, а рядом расположен национальный парк Мармараджик. Береговая полоса курортной зоны тянется аж 7 километров, где пляжи плавно переходят один в один, периодами прячась в маленьких бухтах. На всех пляжах мелкий песок и плавное пологое дно моря. Часть пляжей бесплатные и обустраиваются местным муниципалитетом, а часть платные и принадлежат ресторанам и отелям. На всех пляжах зоны купания ограничены буйками, ввиду того, что присутствуют опасные подводные течения, которые могут незаметно унести в открытое море, поэтому заплывать за буйки и плавать далеко здесь не рекомендуется. На пляжах разный контингент людей, где-то больше молодежи, а где-то семейная пара с детьми. На каждом пляже есть шезлонги, зонты, кабинки для переодевания, душ и туалеты, прокат разного спортивного инвентаря, а также есть где поесть, то есть полно кафе и ресторанов. Есть также пляжи дикие, где нет никакой инфраструктуры, только песок и море, там людей поменьше. Теперь пройдемся по каждому пляжу отдельно. Первый пляж в списке – это пляж Байкуш. Адрес перед тобой, а также в описании будет. Это самый западный пляж этого курорта. Побережье растянуто около километра. Рядами расставлены шезлонги и зонты, которые входят в стоимость входа. Цена входа умеренная, до 100 лир. Море чаще спокойное и мелководное, что хорошо подходит для детей. По близости есть один ресторан. Пляж чистый, небольшой и спокойный. Обычно здесь много молодежи. Есть места для кемпинга, для этого нужно заплатить за место около 50 лир, если со своей палаткой, или взять палатку в аренду. Когда возникает много желающих пожить в палатках, то становится тесновато. Из плюсов этого пляжа – это невысокая цена, мелководное и спокойное море. Здесь чисто, есть зоны для кемпинга и аренда палаток. Из минусов, что иногда здесь скапливается молодежь, и из-за этого может быть несколько шумно. И мало мест для общепита, всего один ресторан. Добраться до этого пляжа можно на метро линии М2 до станции Гаджа-Осман. И там уже пересесть на автобус 151. На нем доехать до остановки Килиос-Меркес. Далее до пляжа идти пешком. Пляж Бурч. Это огромный просторный пляж вместимостью до 2000 человек. Площадь пляжа составляет 1400 квадратных метров. На территории пляжа есть кафе на 200 человек. Находится он рядом с пляжем Байкуш и принадлежит Босфорскому университету. Этот пляж считается элитным. Помимо базовых удобств, на нем имеется Wi-Fi. Но он, к сожалению, медленный. Пляж очень многолюдный. Здесь работает центр винд и кайт серфинга. Есть пункт проката катамаранов и гидроциклов. Площадка для пляжного волейбола. Можно запускать воздушных змеев. Все развлечения сведены к активному времяпрепровождению. Стоимость входа составляет 145 лир. Парковка бесплатная. Вода здесь очень чистая. Мелководье тянется довольно далеко. Но на море часто есть волны и всегда ощущается ветер. Кафе на пляже. Чаевые составляют 10% отсчета. Пляж работает до 21.30. Из плюсов здесь чистое море. Длинные мелководье. Волны и ветер располагают к занятиям серфингом. Хорошая инфраструктура. Чистый песок. И в жару ветер приятно обдувает тело. Из минусов здесь можно выделить то, что многолюдно. Кто-то может отнести волны и ветер также к минусам. И кому-то может показаться дорогим вход. Пляж подходит для любителей покататься на волнах и серфингистов. Для детей подходит длинные мелководье. А также хорошо загорать на этом пляже, так как приятный ветерок рассеивает жару. Добраться до этого пляжа можно на метро по зеленой ветке М2, доехать до станции 4 Левант, либо Иту Аязага. Далее необходимо пересесть на автобус 59РК и выйти на предпоследние остановки. Или же на метро линии М2 до станции Хаджи-Осман и пересесть на автобус 151 и на нем доехать до остановки Килия-Смеркес. Далее до пляжа пойти пешком. Следующий пляж это Сума-Бич. Адрес перед тобой. Находится он рядом с пляжем Байкуш-Бич. Вход платный, стоит 150 лет. В подарок дают два бесплатных напитка. О как! О как! Находится в прибрежной зоне Черного моря. И несколько лет назад местными властями этот пляж был признан лучшей пляжной территорией Стамбула. Это огромный просторный пляж с песчаным берегом и пологим входом в море. Тут ухоженный берег и море без водорослей. На территории есть раздевалки, душевые, туалеты в хорошем состоянии. В наличии лежаки и зонтики, которые входят в стоимость билета. На пляже также есть услуги от профессиональных серферов за отдельную плату. Также игры в футбол и волейбол. Сюда обычно приходят молодежь и местные тусовщики, а также нередки разные медийные личности. На пляже регулярно устраиваются тематические фестивали, шумные концерты и другие музыкальные мероприятия по выходным. Также часто проходят вечеринки у костра с песнями соло. А еще тут бесплатный Wi-Fi, он довольно хорош. На пляже всегда многолюдно и очень шумно. Имеется бесплатная парковка. Из приятного, что здесь есть уютные кафешки с приемлемыми ценами. Пляж открыт до 10 вечера. Даже ночью здесь не утихает шум. Из плюсов. Здесь чистое море и песок, хорошая инфраструктура, бесплатный Wi-Fi, хорошие туалеты, душевые и кабинки для переодевания. Пляж очень просторный, хорошее дно моря. Здесь весело есть вечерние тусовки. Много разных развлечений. Также достаточно умеренная цена за такой пляж. И можно встретить медийных личностей и пофоткаться с ними, а потом хвастаться. Из минусов. Здесь всегда многолюдно и шумно. Так что любителям тишины не очень подойдет этот пляж. Для того, чтобы посетить этот пляж, нужно сесть на зеленую ветку метро М2 и доехать до станции Хаджасма. А потом пересесть на автобус 152 и доехать до остановки под названием Хюмуздере. В горячий сезон от площади такси пускают специальный рейс, который довозят прямо до пляжа. Бамбо-пляж. Адрес ты видишь здесь, он также будет в описании. Этот пляж располагается рядом с пляжем Сума-Бич. Это песчаный пляж без особой инфраструктуры. Имеются шезлонги и вход на него платный, стоит 30 лир. Вот в море пологи, мелководье, в воде иногда бывают водоросли. Песок относительно чистый и иногда попадаются окурки. Есть отдельная зона для одиноких мужчин и зона для семейного отдыха. Пляж весьма посредственный. Из плюсов здесь можно выделить лишь три. Это дешевый вход, есть шезлонги и море не очень грязное. Из минусов можно выделить также три. Это то, что нет инфраструктуры, в песке попадаются окурки и иногда водоросли в воде. Пляж этот подходит тем, кто недалеко живет, если по каким-то причинам не захотел на пляже рядом. Ну или для одиноких мужчин. Что бы это ни значило. Следующий пляж это Салар. Адрес перед собой видишь в описании. У этого пляжа есть сайт, но он сейчас находится в разработке. Видимо недавно они начали его создавать. Расположен он рядом с пляжем Бурбич. Побережье около одного километра. Занятое шезлонгами, беседками и платформами с подушками. На море часто поднимаются волны. В общем на этом пляже самые большие волны. В песке иногда попадаются окурки. Вечером на этом пляже устраиваются концерты и вечеринки. Здесь всегда очень многолюдно и шумно. Постоянно звучит музыка. Вход платный, стоит 120 лир. Дети до 6 лет проходят бесплатно. Парковка тоже платная, стоит 30 лир. Цена может меняться от высоты сезона и спроса. Из плюсов, что можно выделить на этом пляже, это чистое море, удобные лежаки. Вечером очень весело. Здесь самые большие волны для любителей покататься на них. Из минусов, кому-то могут все-таки не понравиться эти волны. Вход платный, шумно, многолюдно и в песке попадаются окурки. Пляж подходит для веселого временипрепровождения. Добраться до этого пляжа нужно сесть на зеленую ветку метро М2 и доехать до станции Хаджиасман. Потом пересесть на автобус 59HC или 151 и доехать до пляжа Килиос. Там пройти пешочком. Общественный пляж Килиос. В нем самый дешевый вход. Цена в будни от выходных отличается в два раза. Цену можно узнать на входе. Парковка здесь также платная. Около 25 лир или бывает чуть выше. Здесь только базовая инфраструктура и лежаки платные. Море особенно теплое из-за мелководья. Что очень подойдет детворе, которым безопасно безвылазно сидеть в воде. Из-за дешевизны входа здесь особенно многолюдно. Нужно поискать себе местечко, чтобы притулиться. Рядом имеются кафе и рестораны. Из плюсов можно выделить дешевый вход, спокойное море и теплое мелководье. Из минусов то, что здесь очень многолюдно и нужно поискать местечко, чтобы расположиться. Подходит для отдыха с детьми. Добраться до этого пляжа точно так же на М2 до Хаджиасмана и далее на автобусе. Как это для других. Следующий пляж Далее. Еще его называют Миллион или Бабилон. И вот у него есть сайт. Он перед вами. Там же и адрес. Пляж расположен в бухте, обрамленной холмами. И обслуживанием пляжа занимается местный Далио Бич Клаб. Этот пляж песочный. Вмещает тысячу человек. Здесь всегда звучит спокойная музыка и здесь хорош сервис. Есть удобные шезлонги, тростниковые зоны и деревянная терраса. На территории имеются зоны травы. Есть специальные зоны для прогулки с собаками. То есть это один из пляжей, который предусмотрели вход для посетителей со своими четвероногими друзьями. Туалеты, души и кабинки для переодевания здесь дезинфицируются. И подходят для людей с ограниченными возможностями. Территория пляжа имеет безбарьерную среду. И отдых подходит всем группам населения. Что очень приятно, что сотрудники пляжа продумали этот момент. Все время работают спасатели. Из услуг на пляже предлагают различные спортивные активности и игры. На территории пляжа расположен неплохой видовой ресторан. Море спокойное. Вход пологий. Но дно каменистое, к сожалению. Песок чистый при этом. Людей много в сезон и выходные дни. Вход платный. Цена 70 лир в будни и 100 лир в выходные. Работает он с 9 в будни и с 10 в выходные. И до 11 вечера каждый день. Свою еду и напитки приносить запрещено. Из плюсов. Здесь красивое очень расположение. Очень комфортная инфраструктура. Здесь чисто, спокойная, не долбящая музыка по голове. Спокойное тихое море. Безбарьерная среда. Чистые туалеты, душевые и кабинки для переодевания. Которые подходят людям с ограниченными возможностями. Зеленые зоны из травы. Зоны для прогулки с собаками. И хороший видовой ресторан. Еще бы я сюда отнесла относительно недорогой вход. За такой сервис. Из минусов. Сезон и выходные здесь многолюдно. И, к сожалению, дно каменистое. Но эта проблема решается, надев специальные тапки для плавания. Учитывая, какой сервис предлагает это побережье. Этот пляж подойдет для приятного временипрепровождения с семьей. Лучше приходить в будние дни и брать с собой тапки для плавания, чтобы не поранить ноги о камень. Добраться до этого пляжа можно на автобусах Н151 и 59РК, которые отходят от Сырьер-Мезерлик. Или станции метро Халджиосман. Или от Румилийской крепости. На автобусе 151 нужно доехать до остановки Килиас. На автобусе 59РК нужно выйти на остановки с РТП КМП Рекой. Используй гугл, он точно показывает все маршруты автобусов. Пляж Узунья. Более спокойный и семейный пляж, в отличие от вышеперечисленных. Обустройством пляжа занимается ресторан Узунья, который работает до позднего вечера прямо на побережье. В меню рыбные блюда и блюда из морепродуктов и турецкой кухни. На пляже имеются травянистые зоны с шезлонгами и большими мягкими подушками. Море большую часть сезона спокойное, что подойдет для купания детям. Здесь многолюдны выходные дни, в будни относительно меньше людей. Цена платная до 200 лир и различаются в выходные и будние дни. Этот пляж находится в некотором отдалении от остальных пляжей Килиаса. Поэтому, доехав на автобусе до самого Килиаса, лучше пересесть на такси и через 10 минут будет этот пляж. Идти до него не особенно удобно, особенно с детьми. Такси работает по всей Турции по таксометру, поэтому рандомную цену назвать таксист тебе не сможет. Из плюсов здесь очень красиво. Есть зеленые зоны, хороший ресторан, спокойное море. Здесь чисто и спокойно. Из минусов это то, что придется идти пешком от основных пляжей Килиаса или ехать 10 минут на такси. Достаточно дорогой вход и в выходные дни здесь многолюдно и нету развлечений. Этот пляж подходит для спокойного и комфортного отдыха с детьми. Добраться до него можно автобусом номер 151. Надо сесть у метро Хаджи Осман и выйти на остановке Килиас. Следующий пляж Термота. И у него рабочий сайт. Вход на пляж 120 лир в будни и 170 в выходные. За ребенка от 7 до 12 лет 75 лир. Дети до 6 лет бесплатно. Но в зависимости от высоты сезона цена может меняться. Поэтому смотрите на сайте цену прежде чем идти на пляж. На пляже 2500 шезлонгов. Имеются зеленые зоны и терраса в 1200 квадратных метров. На территории пляжа работает школа кайтсерфинга. Песок и море очень чистые. Когда на пляже женщин больше чем мужчин, то на официальном сайте указано, что появляется возможность позагорать топ-лес. Пляж достаточно спокойный, без шумных вечеринок. На территории ресторан на 400 человек и есть одно кафе. Пляж предоставляет ежедневный трансфер от станции метро Хаджасман. Отправление в 10 утра и обратно в 18.15. Цена трансфера всего 30 лир в одну сторону. Если заказываешь в две стороны, то 50 лир. Из плюсов. Чистое спокойное море. Удобные шезлонги. Есть зеленая зона. Здесь не шумно и есть свой трансфер. Из минусов дороговатый вход. Если решил заказывать не трансфер, а добраться своим путем, то сесть на автобус 151 с остановки метро Хаджасман и выйти на остановки Килис. Зуа-Бич. Адрес ты видишь перед собой, так же как его инстаграм страницу и они обе будут в описании. Этот пляж располагается рядом с Бамба-Бич. На этом пляже каменистое дно, вокруг одни валуны. Для купания непригодно, только если позагорать на камнях. Вокруг расположены кафе и рестораны с красивым видом на море и природу. Подходит он для ужина или обеда и поделать красивые фото. Следующий пляж Non-Stop-Бич. Адрес перед тобой. Также расположен рядом с Бамба-Бич, между Бамба-Бич и Зуа-Бич. Здесь песчаный берег, дно песчаное пологое. На море часто волны. В песке, к сожалению, много мелкого мусора. Вход сюда стоит 100 лир. На пляже имеются шезлонки, которые входят в стоимость билета за вход. Наличие туалеты, кабинки для переодевания и душ. Весь инвентарь старый, туалеты и кабинки плохо убраны. Спасатели очень крикливые на этом пляже. Чуть поглубже зайдешь, сразу требуют вернуться. Добраться можно также на автобусе 151 со станции метро Хаджасман. И выйти на остановке Килиус-Меркист. Оттуда 300 метров пешком. Этот пляж так себе, весьма посредственный. И совсем не стоит своих денег. Поэтому мы даже бы и не рекомендовали тратить на него время. В описании мы укажем, как доехать до этих пляжей, если живешь прямо в центре города. Таким образом, резюмируем наш рассказ. В целом, для пляжного отдыха, классического такого вот морского пляжного, не рекомендовали бы тратить время именно на пляж Бамбоа, пляж Лонстон Бич и пляж Зуа Бич. На последний пляж, именно этот Зуа Бич, можно сходить, только если покушать в хорошем кафе, с видом, который расположен прямо на больших полунах, попоткаться. Остальные пляжи вполне себе подходят, и очень даже некоторые хорошо подходят, для классического морского пляжного такого отдыха, где можно и покупаться, и позагорать, и повеселиться. Также у нас продолжится постепенный цикл этих видео про пляжи, где мы будем рассказывать про остальные пляжи, остальных пригородов Стамбула, которые находятся на большем отдалении. Если бы возникли какие-то вопросы, задавай их в комментарии, ставь палец вверх, чтобы это видео увидели как можно больше народа, а также подписывайся на наш канал. Подняли, обняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok